МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Кроме того, непосредственно из России с нами будет Станислав Причин. Это старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук. Станислав, здравствуйте, добро пожаловать к нам. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые гости, я хотел бы начать непосредственно с вас, с одного момента, так сказать, и с последнего. Сегодня президент Азербайджана принял генерального директора ИССКО, которая делегация ИССКО сейчас находится с визитом в Азербайджане. Они побывали на освобожденных территориях Азербайджана. И в ходе беседы президент Азербайджана отметил, что, ну, как бы, зарубежная делегация сами они видели, в каком состоянии сейчас находятся вот те памятники, вообще города сейчас на освобожденных территориях. И он вновь подчеркнул, что Азербайджан по этому поводу, конечно же, будет принимать меры в том плане, что будут обращения в судебные инстанции. Я просто хотел бы узнать ваше мнение, Шамер. Есть ли ощущение, что в Ереване по их реакции на все эти заявления не до конца понимают всю серьезность ситуации? Как вы думаете? Вы знаете, сейчас, наверное, Армения и Армянское общество проживает некий этап, переходящий из стадии шока в стадии гнева. Но на стойный момент, когда стадия гнева перейдет в стадию принятия тех реальных ситуаций, с которыми сегодня столкнулась Армения. И вот тогда будет всем понятно, кто, что и когда будет делать. В целом, информация о том, что Армению ожидает компенсация, это не новая информация. И эта информация с самого начала перемирия Азербайджанского государства представляла. Это было, наверное, услышано. Не раз муссировалось средством массовой информации Армении. Является ли сегодняшняя повестка? Нет. Безусловно, это является сегодняшней повесткой. Но для этого должны пройти определенные этапы и процессы. И вот Азербайджан как раз работает. Приезд делегации во главе с генеральным секретарем, руководителем ИССКО. Это часть этого всего процесса. И рано или поздно Армению придется перейти из стадии гнева в стадию принятия реальности. Будем надеяться. Станислав, у меня будет к вам такой вопрос. Основная тема нашего выпуска все-таки это то, что трехсторонняя встреча в Москве, принятое заявление, которое состоялось из четырех пунктов. Скажем, она воспринимается как некая дорожная карта. Суть которой заключается в том, что она обещает открытие транспортных и коммуникационных всех возможностей региона. В Армении появится, скажем так, и автомобильное еще одно, скажем так, и железнодорожное сообщение с Россией и так далее и тому подобное. И вы знаете, я просто до эфира смотрел, скажем, новостные ленты в Армении, наткнулся вот на такую новость. Я просто буквально одним предложением. Они говорят, что единственная функционирующая сухопутная дорога, связывающая Армению и Россию, оказалась заблокирована. Это вот утренняя новость. Она, в принципе, для этого сезона традиционная. Понимаете? Имеется в виду вот этот Ларс через Грузию. Военно-грузинская дорога. Да, да, да. Вот каждый год вот эта картина наблюдается. И на этом фоне обращать внимание на то, что вот то, что я сказал, дорожная карта и так далее, мы не видим, знаете, как таких положительного оценки, трезвого оценки того, что вот 11 января стороны подписали вот это заявление. Есть очень много упреков и в адрес Пашигана. Там, знаете, звучат фразы, что это в интересах России, это в интересах Азербайджана, но не в интересах Армении. Даже если Путин заставил Пашиняна подписать. Вот как считаете, действительно заставил? Ну, мой предыдущий коллега, в принципе, обозначил стадию, в котором находится армянское общество. Эта стадия пока еще не готова к конструктивной оценке вообще реальности. И оно сейчас находится в том периоде, который Азербайджан переживал на протяжении 26 лет. После потери территории вокруг Карабаха, самого Карабаха, в Армении прошло всего полтора-два месяца. И это очень непросто жить с этой реальностью. Поэтому сейчас любые новости, они воспринимаются через зеркало вот этого негативного эмоционального восприятия. Хотя по факту, конечно же, тут нужно смотреть прагматично. Это, в принципе, та позиция, которая Азербайджана всегда была. Давайте решать вопросы через переговоры и будем разблокировать границы, будем открывать транспортные пути. Но, к сожалению, вот пришлось опять воевать и через военный конфликт доходить до той точки, когда будут разблокированы маршруты, когда начнется прагматичное сотрудничество. Но с потерей уже людей и вот с такой травматичной, к сожалению, стадией, которую сейчас переживает Армения. То есть вы считаете, что здесь только вот этот такой эмоциональный момент есть, но внутри где-то глубоко там рациональный подход, он все-таки имеется в самой Армении? Ну, мы видим, что, скажем, для того же Пашиняна, который воспринимается как предатель в армянском обществе, потому что подписал эти соглашения и, в принципе, довел до них, его администрация время от времени вбрасывает уже в общественное сознание позитивные моменты от разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, именно разблокирование транспортных маршрутов, разблокирование границы с той же Турцией. То есть в этом плане, конечно же, в рациональном плане это очень позитивно для Армении, что она выходит из той изоляции, в которой была, где, по сути дела, 40 километров границы с Ираном без железной дороги, потому что эта граница проходит по горным участкам. Это ограниченный транзит через Турцию, который особенно сухопутный в зимний период подвержен перерывам из-за лавин. И, конечно же, вот эта ситуация сейчас, если на нее здраво, не эмоционально посмотреть, отбросив вот ту травматичность, которая есть в связи с исходом Второй Карабахской войны, то здесь, конечно же, открываются новые возможности для бизнеса, и инвестиционный климат совершенно другой приобретает характер, потому что открываются границы, открывается возможность торговать с минимальными издержками. Будем надеяться, что это понимание все-таки со временем, оно в полном мере будет в Ереване. У меня такой вопрос. Станислав, он адресован и вам. Давайте начнем со студии. Дальше, если вам будет что сказать, мы с удовольствием примем и ваш ответ. Дело в том, что я хотел бы коснуться итоговой пресс-конференции 11 января, когда лидеры стран, они вышли, ну и сделали заявление для прессы. Дело в том, что там, мы уже в эфире несколько раз уже об этом говорили, там сильно отличалось то, что говорили, например, президент Азербайджан и президент России, то, что говорил Никол Пашинян. Он говорил, например, вопреки, вопреки мнению остальных лидеров о том, что конфликт еще остается и так далее и тому подобное. Понятна ли вам причина, вот, ну, какова цель и задача, понимаете, как практическую сторону я спрашиваю. И второй момент по этому же пункту я отмечал в российских СМИ, была попытка анализировать эту встречу не только с точки зрения ее содержания, заявлений, но и чисто внешне, кто как вел себя, жестикуляции и так далее. И они из этого делали какие-то выводы. Я не знаю, насколько это все можно оценивать серьезно или нет, но ваше впечатление, как такой подход вам? Ну, если в некотором году объединить два этих вопроса, то можно на это посмотреть с самого начала. До поездки в Москву Пашинян дает четкий посыл своей общественности, что он не будет подписывать никакой документ, пока не будет решен вопрос с военнопленными. Но мы не должны упускать очень важную информацию, которая просочилась и официально была опубликована на сайте Кремля 10 января. 10 января на сайте Кремля была опубликована повестка трехсторонней встречи. Это вероятность, это та повестка, в которой в рабочем порядке протокольные службы обеих стран и Азербайджан и Армении были оповещены. Значит, сторона Армении была заранее оповещена, что является главным приоритетом темы трехсторонних переговоров. Вкратце это можно назвать разблокирование транспортной коммуникации, соответственно, способствование экономических связей. Что касается непосредственно того, что делал Пашинян, естественно, понимая о том, что и этот раунд переговоров проигран, ему надо было как-то оправдываться перед своей общественностью и давать те посылы и месседжи, которые бы его спасали хотя бы на каком-то самом простом уровне, что а я-то говорил, а я-то поднимал вопрос, а вот на самом деле коллеги меня не поддержали. Но надо сказать одно, что в целом можно охарактеризовать то, что Владимир Путин и Ирхам Алиев были на одной волне, Никола Пашинян был абсолютно на другой волне. И здесь очень четко чувствуется, кто является ведущим лидером этой переговоры, а кто является ведом. Вы знаете, Пашинян не раз в Ирбане, не в Ирбане, демонстрировал абсолютную неуверенность, абсолютную потерянность и непосредственно не было внутреннего согласия подписывать данное заявление. Можно даже это заявление о том, что подписали заявление Азербайджан и Россия, а Армения к ней подключилась. То есть, но мы имеем голые факты, и факт заключает в том, что заявление подписано. Поэтому Пашинян здесь больше действовал, наверное, своей аудиторией, и плюс непосредственно, наверное, он имел некую коммуникацию с сопредседателем страны в лице Франции, потому что он несколько раз пытался осветить роль минской группы ОБСЕ, а Россия не раз подчеркала о том, что с минской группой ОБСЕ коммуницирует именно Россия. Об этом мы отдельно постараемся поговорить. Станислав, хотелось бы ваше мнение узнать по этому моменту. Я все-таки возвращаясь к предыдущему вопросу, просто хотел бы напомнить, все-таки вот фраза «Путин заставил», она все-таки это политическая игра внутри Нерева, но и все-таки такой момент мог быть. Ну, теоретически мы можем допустить, что такое и было, потому что, в принципе, сам по себе фонд поездки Пашиняна в Москву был омрачен тем, что была вероятность того, что его не выпустят. Просто протесты, которые были в Ереване, попытки не допустить его полета в Москву на переговоры, уже само по себе является знаковым, что, в принципе, со стороны населения у него мандата на переговоры нет, и любые договоренности, будут они добровольно достигнуты, либо под давлением, они будут восприниматься все равно критически в Армении. То есть вот такая картина, с которой он ехал туда, понятно, что ему нужно было максимально показать результат, который может быть принят армянской общественностью. Понятно, что вопрос тех же военнопленных, он важен для армянской общественности, и Пашинян не мог не сказать об этом. То есть в этом плане, конечно же, он постарался в открытой части переговоров каким-то образом показать, что он пытался отстаивать интересы Армении и в представлении того, какие они есть. Но в реальности мы не можем судить о том, каким образом выстраивался диалог, эти переговоры, действительно ли это было под давлением, либо это было понимание того, что необходимо все равно разблокировать экономические контакты и строить и коммуникации для того, чтобы выходить из этой постконфликтной зажатой ситуации. То есть в этом плане, конечно, мы больше можем строить какие-то теоретические конструкции, анализируя косвенные признаки. Шайвам, есть такой момент, вы сказали по поводу минской группы. Я хотел бы узнать ваше мнение. Смотрите, мы в который раз возвращаемся к этой тематике, с одной стороны, есть ощущение, что минская группа не функционирует. Потому что на бумаге она существует, как институт. Но, по сути, мы ее не видим в деятельности. И в этом плане возникает вопрос, если у вас ощущение, потому что все, понимаете как, все происходит вот сейчас в этом трехстороннем формате, есть ли у вас ощущение, что, в принципе, все заменяется этим трехсторонним форматом, когда говорим о нормализации. А минскую группу, в принципе, ну, может, грубо будет звучать, но похоронили, по большому счету. Ну, смотря на это, как посмотреть, с точки зрения права или с точки зрения факта, естественно, мы должны понимать о том, что декларировано, рекламативно никто не отказывался от минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ существует. И, наверное, сегодня самая оптимальная ситуация, когда мы понимаем, что мы можем конструктивно переговоры вести сопредседателей стран минской группы ОБСЕ лишь в лице России. Позиция Франции, она открыта, она достаточно прозрачна и всем ясна, что сегодня, какие процессы идут сегодня в Соединенных Штатах Америки, тоже всем ясно. Сегодня из всех трех стран наиболее конструктивной и наиболее возможной сбалансированной и нейтральной позиции держит та самая Россия. Поэтому отношения с минской группой ОБСЕ мы должны разделить на два блока. Первый – это в целом официальное декларирование и второй – это фактическая реальность. Бумажная работа и... Естественно, то есть, когда нам сегодня надо держать некий баланс, и сегодня эту участь и в хорошем смысле роль взяла на себя Россия. Россия до переговоров в Москве имела контакт с Францией, но при этом после переговоров в Москве имела контакт с Турцией. И поэтому здесь, естественно, Россия сегодня держит больше нейтрально-сбалансированную позицию. При этом мы принимаем о том, что какие видимые и невидимые отношения между Россией и Арменией, но с другой стороны имеются четко конструктивные и очень надежные стратегические отношения между Россией и Азербайджаном. Поэтому минская группа ОБСЕ есть, в минской ОБСЕ официально никто не отказывался, но при этом всю коммуникацию с минской группой ОБСЕ на себя взял президент России, и он не раз это прочихнул в Москве. К сожалению, это не было принято и понято, или же сознательно не понято, премьер-министром Амени Николом Пашиняном, и он пытался вернуть роль в минской группе ОБСЕ, возвращаясь к различным пунктам переговоров. Станислав, вот тот момент, который сейчас Шаймелем отмечает, вот вы сказали по поводу пленных и так далее, это, я так понял, для внутренней армянской аудитории. Но то, что касается минской группы, на самом деле, опять же говорю, ну она на бумаге есть, но сказать, что она что-то делает, ну все, что происходит, сейчас происходит в трехстороннем формате, да, принятие заявлений. То есть, понимаете, там есть реальные шаги, о чем-то договариваются. Это, опять же говорю, на ваш взгляд, все-таки окончательно хоронят минскую группу, это понимает, то есть они их переводят, ну грубо говоря, в онлайн, на дистанционное какое-то, знаете, участие, или как? Ну, очень похоже на такой вариант событий. В принципе, если мы посмотрим то, как себя вела минская группа с самого начала Второй Карабахской войны, с 27 сентября, минской группы как таковой не присутствовала как актора. И сейчас, казалось бы, да, после 9-10 ноября поле для деятельности у минской группы открыто, то есть ключевое остановлено кровопролитие, сформирован новый статус-кво и стоит непочатый край работы по восстановлению работы и взаимодействия между Арменией и Азербайджаном в отношении, там, коммуникаций, границ, перемещенных лиц, возвращения. То есть, казалось бы, то, чем должна заниматься вот такая посредническая структура. Но учитывая те факторы, которые уважаемый коллега в студии уже обозначил, это то, что, в принципе, участники, каждый из них преследует свои интересы и погружен в свою реальность. Там у Соединенных Штатов Америки транзитный период предвыборный у Франции, естественно, позиция более склонная на поддержку Армении. Соответственно, получается, что, как таковой, нейтральный статус минской группы, он в подвешенном состоянии находится. Единственным рабочим вариантом, который предполагает реальную какую-то работу над реальной повесткой дня, которую нужно решать, остается трехсторонний формат при подключении Турции там, где это возможно и необходимо. Шамя, вы хотите что-то ровить, а потом я перейду по поводу Турции. Да, абсолютно согласен с коллегой. И не надо забывать о том, что заявление о перемирии, которое состоялось непосредственно подписано 10 НВ, под этим заявлением стоит также подпись России. То есть это не просто двухстороннее заявление и подпись двух стран. Значит, и Россия взяла, в принципе, на международном уровне некую ответственность на себя. Ну, там российские миротворцы. Да, безусловно. Российские миротворцы могли бы быть там и без подписи. В целом, могли бы просто договориться, и обе страны обратились в отдельном. Но здесь это о чем говорит? О том, что любые действия со стороны Минской группы ОБСЕ, они уже должны быть синхронизироваться также с главным соучастником и инициатором перемирия России. И здесь происходит некий баланс между тем, что мы, когда ведем переговор с Россией как с сопредседателем Минской группы ОБСЕ, с другой стороны, нам всегда очень достаточно удобно вести в отдельном формате, как со страной России. Ну, Россия удалось в данном случае в двух ипостасиях сохраниться и как сопредседатель, и один на один. Например, французам это не удалось. Станислав, я хотел бы еще одного момента коснуться. Опять же, Шамон, если вам будет что добавить, вы, в принципе, его коснулись чуть-чуть. Это касается Турции. Посмотрите, по итогам встречи состоялся телефонный разговор между Владимиром Владимировичем Путином, Раджепта и Пердуганом. Президент России проинформировал турецкого коллегу об итогах, скажем так, встречи 11 января и так далее. Вот как вы считаете, там турецкая сторона высказалась за продолжение координации действий России и Турции. Как далеко может пойти эта координация? Насколько она глубокая? В какую форму она может перейти? И, скажем так, есть еще один такой момент по поводу того, что есть же группы, которым не региональные, которым вот эта координация может просто не понравиться. Ну, мы с самого начала видели конфликта. Определенные такие вот инсинуации, домыслы, оценки радикальные о том, что Турция через поддержку Азербайджана значительно наращивает свое присутствие в регионе, и меняет геополитическую карту. Но по итогам мы видим приблизительно такой же формат конструктивный, прагматичный взаимодействие Турции с Россией, как это было, например, ранее в Сирии. Хотя, если посмотреть стартовые позиции Турции и России в начале конфликта сирийского и потом в развитии, они были диаметрально противоположны. Вот этот опыт, умение находить компромиссы и общие точки интересов, он пригодился и на Южном Кавказе. И сейчас мы видим, что в целом у сторон очень уважительный подход друг к другу и понимание красных линий в отношении друг друга. И при этом идет не то чтобы учет интересов друг друга, но при этом в голове всегда держится, что есть еще один игрок со своими интересами и есть понимание того, что лучше договариваться и проинформировать, как это мы видим в сегодняшнем звонке между Реджепом Итагом и Владимиром Путиным, нежели играть в какие-то сепаратные игры закулисные и пытаться за счет этого, за счет своего статуса или Турции за счет близости с Азербайджаном переиграть своего геополитического, условно, соперника и конкурента. То есть мы здесь видим, что у России с Турцией сформировано понимание на высшем уровне и на уровне институтов власти, что лучше договариваться и взаимодействовать, чтобы избегать лишней конкуренции, потому что в этой конкуренции другие, третьи игроки, например, Соединенные Штаты Америки и тоже НАТО, были бы заинтересованы в том, чтобы эта конфронтация росла. И это бы, на мой взгляд, имело и негативные последствия и на Южном Кавказе. То есть если бы у России с Турцией не было возможности для такого конструктивного и прагматичного разговора и формата сотрудничества, то гораздо сложнее было бы на земле решать вопросы, и бескомпромиссность была бы больше. Я думаю, что таких результатов, какие мы на сегодняшний день имеем, их бы не было. Некая прагматичность есть, конечно, в этой картине. Шаймель, у нас буквально полтора минуты остается ваше мнение. Безусловно. Турция – часть этих процессов, Турция – соучастник мониторного центра, Турция является частью железной дороги, транспортных путей, и Турция непосредственно является соучастником всех процессов, которые происходят после Перми. Но возникает всегда очень много вопросов, особенно в нашей общественности, а почему Турция не сидит за столом переговоров, и почему это происходит в таком формате. Всегда надо понимать о том, что здесь мы по ту сторону переговоров, это Армения, и нам нужно максимально держать, то есть Турция является раздражительным фактором для Армении, так же, как для нас является Франция. А Россия в этом плане прекрасно держит тот самый баланс, и еще Россия является хорошим инструментом влияния на те самые принятия решений, и на то, что сегодня происходит в армии. Поэтому Турция сегодня является соучастник-процессом, Турция очень открыто поддерживает Азербайджан, и при этом Россия, имея взаимные интересы с Турцией, очень четко координирует эти процессы. Ну, будем надеяться, что это все в таком ключе положительном и продолжится. Уважаемые гости, большое спасибо вам за участие. Я вновь представлю вас нашим зрителям. Все это время с нами был депутат парламента Азербайджана, Шайан Сейдзадо. Шайан, большое спасибо. Кроме этого, непосредственно, из России с нами был Станислав Причин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Удачи. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественная политическая передача Актуальна сегодня, я ее ведущий, Станин Азерб. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова